Если под этим видео наберется 5000 лайков, то я устрою конкурс на куклу Зомби Гагу. Ставь лайк скорее и подписывайся на наш канал. Всем привет! С вами я Алиса. 25 декабря за неделю до официального релиза куклы в магазин BELIGX.COM пришли куколки Зомби Гага. Всех пришедших куколок я рассмотрела и к удивлению выявила некоторые различия между ними. Для кого-то они незначительны, а для кого-то наоборот. В общем, решать уже вам. В любом случае, надеюсь, эта информация из сегодняшнего видео будет вам интересной. Обзор и матьяж на Зомби Гагу я уже делала. И если вам будет интересно, переходите по ссылке в описании. Или же в конце видео будут кликабельные ссылки. В сегодняшнем видео я хочу провести сравнительный обзор между куклами Зомби Гага. А также я расскажу вам об интересненьком. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Глобальные изменения в коробках Зомби Гаги не наблюдаются. Разве что некоторые фланцы могут вывернуться наружу от транспортировки. Я думаю, это не беда, поскольку кукла от этого не страдает. Волосы у всех кукол отлично прошиты. Хорошая копна волос. Зомби Гаги в комплект прилагаются стильные очки с черной оправой и тонированными линзами. Прям настоящий густой черный цвет. Однако у одной куклы линзы как будто прозрачные. И при сравнении это хорошо заметно. А за какой вариант вы? Пишите в комментарии. Трещины на лбу у некоторых кукол резкие и имеют четкий контур. У некоторых кукол почти незаметны. С тенями та же история. В основном у зомби Гаги много черных теней вокруг глаз, которые имеют четкий контур. У остальных тени растушеваны по всему лицу. Кроме участков лба, носика, скул и губ. Жвачка на любителя. Одни словно магический шар. В них можно заметить чуть ли не отражение себя и предметов, находящихся вблизи. Другие более матовые. У этого экземпляра даже какой-то шарик в жвачке. Эксклюзив из эксклюзивов прям. Из-за транспортировки жвачки чуть ли не вылетают. Аутфиты ничем не отличаются. А вот принт на ручках у кукол разный. Это как татуировка. Так как принт печатается тампоном, может быть свежая краска в начале дня и заканчивающийся под вечер. Так вот поэтому татуировки на кистях рук по-разному напечатаны. Хуже это или лучше сказать трудно. Тут на вкус и цвет. И не так ярко прорисованы косточки скелета. Как я и обещала, сейчас я расскажу вам об интересненьком. Правда не связанном с зомби Гагой. И надеюсь у вас не отметется желание смотреть видео дальше. Изменения касаются некоторых кукол и их коробок. Например, допечатка Клодин Вольф из серии Frightfully Tall Ghouls. Сама кукла ничем не отличается от первого выпуска. Разница лишь в коробке. И честно говоря, я больше за второй выпуск, то есть вот этот. Ведь так намного компактней и удобней. Надеюсь кукла, сидя в таком положении на квадратном пуфике долгое время, не сломается. Да и с чего бы Гулиопа же сидела и Клодин посидит. Ничего такого нет. Шарниры все в целости и сохранности. А теперь рассмотрим с вами Изи Даун Денсер бренд Boost Students. Новые коробки сильно огорчают, поскольку это всего лишь тонкая картонка с большим количеством пластика. Причем иногда картонка отклеивается и выламывается. Сама кукла Изи Даун Денсер является самой главной хотелкой среди монстр-хайлайверов. Очень радует, что модел это предусмотрел. И в наборе так и осталось. И подставка, и расческа, и аксессуары. То есть мы можем заметить, что изменения лишь в коробке. Хотя, если посмотреть на образцы Ever After High, то кукол стали просто упрощать. Облегчили не только коробку, но и аксессуары, и одежду. А вот цена все такая же, как и первый выпуск. Например, Эшлин Элла или же Мелоди Пайпер. Вот при сравнении это очень даже заметно. Даже, например, сбоку. Ну ладно, Эшлин Элла. Она была в наборе, а стала в одиночной коробке. То есть доступна для каждого, кому не нужен этот Хантер. Но Мелоди печальная история. И не только Мелоди. Там вся коллекция еще перевыпустилась. Упростили не только дневник, но и посмотрите на лицо куклы. У второго выпуска оно намного меньше, чем у первого. И, конечно же, нет подставки и расчески, которые прячутся в корешке стилизованной книги. Я снимала два уже таких видео. Обязательно посмотрите на канале. Если что, ссылки в описании. Также напишите в комментарии, если вы хотите продолжение таких сравнительных обзоров. На сегодня это все. Надеюсь, вы уже посмотрели стоп-моушен с зомби-гагой. Если что, смотрите. Также напишите в комментарии, как вам эта куколка и собираетесь ли вы покупать ее к себе в коллекции. Не забывайте, если под этим видео наберется 5000 лайков, я устрою конкурс на куклу зомби-гага. Ставьте лайки, если вам понравился мой обзор и подписывайтесь на канал. Все ссылки на предыдущие видео будут в описании. Be cool and crazy. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok